Канун Нового Года в Бреденском районе был ознаменован пуском в строй сразу нескольких объектов самого разного социального назначения. Руководители района правильно рассчитали тактику и стратегию пусковой программы. Что главное для человека? Крыша над головой. Вторая по значимости задача – дать образование детям. Ну и на последнем месте, так уж повелось на Руси, забота о душе. Итак, жилье, школа, молильный дом. Мы же, вопреки нашей логике рассуждений, начнем с последнего – с красавицы мечети. Но вначале несколько кадров из прошлой осени. Один из лучших, на мой взгляд, православных соборов в нашей области, Невский, был восстановлен в казачьей станице Наследненское. В прошлом это главный форпост в линии Оренбургского войска. Ныне – одноименное хозяйство, где пашут землю и выращивают скот. Я не думаю, что уже тогда, под прицелом недоуменных взглядов мусульман, глава района принял решение восстановить конфессионную справедливость. Мечеть мы начали строить где-то в начале мая месяца. Это было после Дня Победы. Ко мне обратились мусульмане с просьбой, чтобы в Бриденске в районе построили мечеть. Они гарантировали полностью строительство, обеспечить финансами и строительством. Но я знал, что поднять такой объект не так легко на сегодняшний день. Поэтому пригласил к себе всех руководителей района, а также директоров акционерных общества. Вынес вопрос о том, что будем строить или не будет. Полностью, 100% меня поддержали. В этой мечети уже прошел вечер Баарат, который, согласно мусульманскому календарю, приносит счастье и благополучие всем, кто обрел душевное равновесие под зеленым знаменем Аллаха. Отсюда же был объявлен Рамазан, начало священного поста. Я вот в Мекке не был, но был в Стамбуле, и там видел 9 тысяч минаретов, и все непохожие. А наши мечети как? Я, между прочим, в Мекке был, посмотрел там, действительно, они все разные. Но это единственная мечеть, наверное, в области. У нас центральная мечеть, Ак-мечеть называется, но она не такая. Она тоже красивая. Конструкции вот, и формы, и высотой минорета 24 метра. Вот этим все. Ну и, как еще сказать, ну, светло, кругом стекла, окна, все, все хорошо построено. Спасибо вот этим руководителям, строителям, которые помогли строить. В основном тут возглавлял глава администрации. Это большое дело. Под его руководством это все строили. Тут это мечеть строили не только ведь мусульманы. Тут помогли и христиане, и иудисты помогли. Все, 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 всем миром, короче говоря, построили эту мечеть. На лицах людей, пришедших на первый намаз, а для многих это была первая мусульманская проповедь в жизни, я не увидел иступленного фанатизма, свойственного верным рыцарям ислама. Благочинность и нормальное любопытство. Дело-то для всех новое. Вот что читали мы в глазах наших соотечественников. А еще горечь сожаления. Старики не дожили до этой минуты. Те самые, которых занайденный коврик для намаза или взор, обращенный на вечерний восток, били больно, порой до смерти. Ну вот я решил отучиться и поднять исламскую религию на родной земле. А где отучился? Я учился в Узбекистане и закончил высший алматинский исламский институт. Что нужно делать для того, чтобы стать настоятелем? Надо много работать, имея в виду в духовной сфере. Потому что сейчас очень много религиозных людей вмешиваются в политику. Я хочу всех призвать, пусть он будет чечен, пусть он будет азербайджанец, пусть он будет казах, пусть он будет русский. Если мы верим в Всевышний Аллах, пусть приходят в мечеть. С просветленной душой, Бог-то у всех один, мы по новенькому Виадуку ехали знакомиться с новоселами, которые уже обжили три дома на окраине райцентра. В стеллой степи, где за ночь метельный тайфун, способен повалить телеграфные столбы и занести снегом дома под крышу, новенькие трехэтажные здания являли собой своеобразный оплот надежности. Как вам живется? Как спится по ночам, на краю степи? Да, спится. Конечно, тишина. Первое жилье в вашей жизни, так? Да, самое первое жилье. Женатый лучше, конечно, тем лучше. С одной стороны. Да. Чем бегать, хулиганить. Да? Да. Отбегал, отхулиганил чувствуешь? Все уже. Ребята, долго ждали же ее? Ну, я уже год тут сам принимаю участие, строю все. Ну, типа МЖК, да? То есть строишь уже? Ну, полностью. И трассу, и канализацию, все сначала я начинал. А это Мариинское отделение хозяйства Восточное. Отсюда до границы с Казахстаном считанные километры. И именно здесь расположилась самая южная, а точнее юго-восточная таможня Челябинской области. Новая школа, которая строилась за счет хозяйства Восточной, и куда уже вложено полтора миллиарда рублей, должна была стать подарком к Новому году мариинским ребятишкам. Они исправно ходили на стройку после занятий, интересуясь ходом строительства. Но чаяния ребят могут пока не оправдаться. Кончились деньги. Мы хотели, конечно, до Нового года пустить школу, это в Амурском, в акционерном обществе, и в Восточном. Но получилось так, что, конечно, трудности с материалами, но я думаю, что числа 15-го эти школы мы полностью одолеем. Все это делаем при помощи, только с помощью района. Нам область не дает, а мы у себя в бюджете тоже денег нету, поэтому, конечно, стройка идет очень туго, но все-таки мы делаем. Для чего мы все это делаем? Если сегодня мы не дадим образование нашим детям и качественно, что нас ждет в будущем? Видимо, это не тот случай, когда по телевидению нужно объявлять счет предприятия, куда можно жертвовать деньги. Но очень похоже. И неужели мы оставим этих ребят наедине с их бедами? Они очень хотят учиться в новой школе. Давайте не останемся в стороне от проблем дальних деревень. Продолжение следует...